Здравствуйте. Коллеги, Виталий Витальевич Кафанов, тренер вратарей Национальной сборной России. Виталий Витальевич, добрый день. Первый вопрос, если позволите. Во время двусторонки мы видели, как вы общаетесь с Александром Максименко. Разговор был долгий, продолжительный, насыщенный. Можете какие-то детали раскрыть? Ну, в общем-то, не секрет. Я ему напомню те ситуации, когда он полтора года назад приезжал в сборную, первый раз. И мы тогда разбирали его ошибки, которые были. И я ему сказал, что сейчас мы подготовили видео, где он в этих же ситуациях действует по-другому и выручает. Что он сделал большой шаг вперед в таких ситуациях. Вот, да, проанализировал и все исправил. Впереди один матч. Выбрали первого номера. Это также Матвей Сахонов. Он обязательно сыграет. Матвей точно сыграет. Как минимум тайм. Четыре вратаря для одного матча. Сборы достаточно короткие. Кто-то сможет отсеяться по ходу сбора? Ну, скорее всего, на игру, как обычно, заявка три. Просто надо выбрать трех. В каждой игре дается место трем вратарям. Поэтому вот определим трех. Трое поет. Тель-тель, ну, нельзя не спросить, опять же, про Сапона. Вы уже в интервью говорили, что общались с ним относительно возможного перехода к пассажирам, но не лично. Сейчас уже об этом лично как-то поговорили? Ну, поздравил в первую очередь. Сказал с тем, что очень рад, что гордимся. Представитель нашей вратарской школы. Сейчас еще один большой клуб. Я имею в виду, да? Ну, сказали, что мы подробнее еще поговорим. И это, наверное, будет после игры. Может быть, по дороге в Минск в самолете. Так уже. Что может там быть? Что может быть сложного? Какие могут быть проблемы? Что нужно сделать для того, чтобы стать первым? Что не сразу. Что нужно терпение. Что там уровень выше. Что надо время адаптироваться. Потому что там футбол быстрее, мастера. Более мастеровитные игроки. Потому что Домерун у него опыта больше получил на таком уровне в чемпионате Италии и Франции. Что за сборами больше сыграл. Но все это можно покрыть за какое-то время. Но надеюсь, что Матвей все-таки талантливый вратарь. Он этот период пройдет быстро. Вот эта адаптация. И он на этот уровень выйдет довольно быстро. Конечно, еще поговорим о том, что будет важно, когда он начнет играть. Но это уже после. А как Матвей сам? В каком состоянии, настроении? Вот этот факт на нем как-то сказывается вообще? Очень уверен. Что едет не сидеть на вахте. Прекрасно понимает, что разница изначально есть. И преимущество у Дона Рыма сейчас на начальном этапе есть. Хотя бы потому, что он на этом уровне играет давно. И тренируется на таком уровне давно. Матвею надо будет, скажем так, быстро приспособиться. Как это правильно сказать? Поначалу, наверное, у него будет дискомфорт, какой-то тренировок. Потому что будет не успевать принимать решения. Настолько там все быстро бывает. Это вот из разговоров с Андреем Луниевым, когда он пришел в БАЭР. И, конечно, первое время у него было тоже так, что там все делается очень быстро. Но когда он приехал в сборную, сейчас скажу, это был конец августа. И прошло уже где-то два месяца, и это уже был другой вратарь. Причем вратари это незаметно. Незаметно сами не чувствуют, что они прибавляют. А со стороны, это уже видно, это уже другой вратарь. Думаю, та же ситуация будет у Матвея. Когда приедет на следующий сбор, это будет более сильный вратарь. Еще более сильный. Какой главный совет, может быть, или рекомендацию дали Матвею во время побывания, когда он туда поедет? Ну, пока не скажу. Это останется между нами. Если все получится, потом, конечно, расскажу, если Матвей не будет против. В чем Сапонов, на ваш взгляд, сильнее Донарума? Ну, вот конкретно уже говорил, скажу. Первое. Значит, в Европе большое требование. Одно из основных требований – игра ногами. Здесь он точно не слабее. Это точно. Я думаю, что здесь он не уступит, а может быть сильнее. Второй момент. Значит, чем итальянская школа отличается от европейской, в том числе и нашей российской. А если учесть, что там тренер испанцы от испанской, а что там, тренеры вратарей учат голкиперов делать наугад. В ситуациях, когда нападающий оказывается с глазом на глаз. Им говорят, надо наугад, надо предугадывать. Я знаю, что и французы, и испанцы это не приветствуют. И в этом плане Матвей тоже у него это качество очень сильное. Он играет именно по мячу, он не угадает. Я думаю, здесь тоже у него тоже есть большое преимущество. И тренер испанцев – это тренер вратарей, который испанец с ними работал, и оценив. Вы готовы, может быть, он просил, или вы проявили готовность помогать ему, если и когда он будет играть в пассажа? То есть, там, в звонке, может быть, советы? Ну, мы об этом не говорили, просто это, как сказать, это само собой разумеющая вещь, потому что мы все эти три года, которые работали вместе, поддерживали, скажем так, вот эту связь после каких-то игр, когда что-то не получалось, наоборот, когда получалось, алилия – это, я думаю, оно так и останется. Не должно оно прерваться, во всяком случае. В целом, если говорить про Матвея Сархонова и широкую вратарскую шкуму, широкая линия вратарей в заграничных клубах, можно ли говорить, что вратарская школа остается одной из лучших в мире? Мы сейчас так не можем сказать, потому что нет международных игр, к сожалению. Я могу только сказать, что вот по этому сезону, давайте я так какие-то цифры приведу, какие-то факты, из которых последует вывод. Первое – это, наверное, впервые в этом сезоне вратари так часто назывались лучшими игроками матча, если вы заметите, очень часто, и, наверное, это больше, чем в любом сезоне, может быть, даже столько, сколько за два предыдущих сезона. Вратари очень много игр выручали, очень много приносили очков почти во всех командах, если возьмете, я там не говорю, там, и Шелли, и Беллинов, про Латышонка и Женя вообще там всю скаконную мачку принес. Вот, и вообще, если бы сейчас были Еврокубки, очень хотелось бы посмотреть, потому что первая пятерка команд, все вратари отыграли очень хорошо, и уверен, что они в Еврокубках бы себя показали. К сожалению, мы сейчас не можем сказать, потому что этих игр не было. Есть просто такая уверенность, потому что с Сашей Максименко лучший сезон, безусловно, в карьере, мы с ним об этом говорили. Безусловно, лучший сезон у Матвея, очень стабильный, пять игр за сборную и в чемпионате, всего одна ошибка. Илюша Лантратов также второй сезон подряд уже играет хорошо, поэтому вратари играют очень хорошо. Можно сказать, что мы не можем сейчас сравнить Еврокубку, потому что не играем, но то, что вратари в этом году играли еще лучше, чем в прошлом, российский, если брать в целом, в комплексе, суммарно, то это, безусловно, так. Важно управлять защитой, в этом плане, насколько важно Африя учить французский? Очень важно. Ну, вообще, с этого обычно все и начинается. Учатся самые необходимые слова для защитников. Это по несколько слов в день, если учить, то, в принципе, буквально за месяц он будет владеть полным арсеналом тех слов, которые необходимы в игре. Как оцените прогресс Латышенко? Что можете по нему сказать? Прогресс тут нельзя говорить, потому что это первый его сезон. Прогресс – это когда сравниваешь с предыдущим. Предыдущий в первой лиге, я вообще после предыдущего не был уверен, что он отыграет этот сезон, потому что он не был такой яркий и стабильный. Поэтому здесь надо сказать, что это его первый сезон получился блестящий, просто блестящий. Мы не смотрели никогда на место в таблице, и поэтому и включили его в список сборного на последний матч. Появилась такая информация, что он не попал в окончательный список, потому что Балтика теоретически могла принять участие в стыкове к матчу. Давайте эту ситуацию проясним тогда. Пришло письмо от руководства Балтики в РФС, что они попросили его не вызывать, в связи с тем, что у них там кубок, и, возможно, предстоят матчи стыковые. Очень хороший вопрос, и сам себе его тоже задаю, потому что есть такое слово «первый год», «второй год». «Второй год» надо подтвердить, и лучше подтверждать там, где ты был. Но так как они покинули премьер-лигу, то, конечно, там оставаться сейчас, наверное, играть в первую лигу – это будет неправильно. Для подтверждения, скажем, своего мастерства, конечно, надо идти. И у всех оно по-разному бывает, потому что синдром второго года – это и как и после медалей, и так же, как и после удачного сезона, таких много случаев, когда вратари второй год играют, не так ярко. Вот для меня это тоже интересно, как он этот сезон проведет, и это тоже о многом скажет, это надолго или нет. И то, что он отыграл сезон блестяще, это однозначно. Как тренер батареи национальной команды, впереди Евро. Какие-то, может быть, особенно там… За кем, может быть, особенно будет следить из других команд из батареи? Или кто может сейчас больше все оформлять? Я единственное, с точки зрения могу сказать, как вратари ногами играет, мне вот этот вопрос больше. Потому что наша команда играет, Ростов в таком стиле, сборная играет. Если вы заметили, восьмерка команд, начиная через финал Лиги Чемпионов и сам финал, все вратари пытаются играть. Короткий средний пас, даже когда прессинг. Независимо от счета, независимо от того, что счет 0-0, мокал страстей большой, цена ошибки очень большая, но все равно играет. И вот хотел бы посмотреть, как там будут сейчас играть вратари в такой футбол. Вы можете трех, которые сейчас международными матчами следите из вратарей, если какие-то фамилии особенные? Все играют. Вот сейчас все до одного так играют в вратари. Именно все до одного. Здесь легче назвать того, кто не играет. Если брать восемь команд Лиги Чемпионов, точно. Теперь хочу посмотреть сборную. Вот как это будет. На уровне клуба все. И даже вот уже вот-вот ошибется, но все равно мяч не выбивают, все равно сохраняют. В России ругают Ростов, но мы единственные пока кто по этому пути идем, и остальные все равно к этому придут. И никуда от этого не денешься. Если мы хотим, чтобы наши вратари, вот как Матвей, чтобы Матвей был не, скажем, не последним в этом списке, то и тренером, говорю, вот сейчас собрал конференцию тренеров-вратарей в Москве 27-28-го мы собирались и сказали, что мы хотим, чтобы нас звали в самые большие клубы. Это необходимые условия. Это надо учить. Иначе, как бы мы хорошо не защищали ворота, нас больше никуда не позовут. Это веление времени. Может, возможно, по Сергею Писякову. А вообще, если вы с ним после сезона, совершает ли он, совершил ли он карьеру взвода, как вратарь с уходом из Ростова? И как оцените вот такую потерю? Это потеря для Ростова его ухода? Безусловно. Потому что у нас до сих пор нет вратаря. Опять же, по той причине, что мы ищем вратаря, который сможет у нас быть еще и к тому же полевым игроком. Респективы про сборную его завершил. Не обсуждали это? Кто будет хорошо играть, кто будет в сборной. То есть вы не рассчитываете на Никиту Медведеву, как на полевого вратаря, который может играть? Рассчитываем. Но пока это вопрос не сборная. Мы сейчас в сборной, поэтому сейчас ничего не могу сказать.